Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведем презентацию самой выдающейся компании в сфере сетевого маркетинга компании OneLife. Эта компания, она просто с многошибательными темпами растет в мире и на сегодняшний день занимает первое место не только по количеству людей, но и по доходам, которые она предоставляет своим партнерам. У нас глобальная компания и на сегодняшний день мы очень быстро приближаемся к цифре 3 миллиона 200 тысяч партнеров. Вы видите это на главном сайте, когда вы заходите на портал, прежде чем войти в кабинет, вы видите, сколько партнеров у нас в нашей компании. Действительно, это просто с многошибательно и если кто-то далеко сидит в засаде, наблюдает за деятельностью компании, он абсолютно не может знать, какими же темпами компания движется. Ежедневно проходят много-много различных мероприятий в различных точках земного шара. Очень бурно сейчас развивается Африка и наш ампассадор, наш Кари Валрус в настоящий момент находится в нескольких африканских странах. Сейчас он находится в Малави, это столица Кении, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, только что он был в ЮАР и все движется такими темпами. Мы сегодня еще в конце нашей презентации поговорим о тех событиях, которые будут в самое ближайшее время. Очень бурно развивается Латинская Америка, там уже новый ампассадор, это Жозе Гордо, а также там открылся недавно новый офис в Панаме на страны Латинской Америки, и все действительно развивается такими темпами Австралия, Азия, Океания, Китай, и мы видим, как много людей приходит практически ежедневно. Наша компания имеет более 150 сотрудников во всем мире, это в тех официальных офисах, в которых находятся. Офисы находятся в Дубае, в Болгарии, в Гонконге, сейчас открылся офис в Панаме, есть в Таиланде, работает на шести континентах, 194 страны, но эта цифра немножко давняя, потому что 2,9 это было уже буквально несколько месяцев назад, 2-3 месяца назад, и у нас уже практически 300 тысяч человек присоединился за эти 2-3 месяца. Каковы же наши приоритеты? Компания имеет самые амбициозные планы и дает самые неограниченные возможности для всех людей, которые хотят получить, в общем-то, самое лучшее на сегодняшний день образование, которого не дают ни в одном университете, не дают ни в одном институте, потому что мы действительно даем то образование, финансовое образование, которое делает вас не только грамотным и успешным человеком, но и дает возможность зарабатывать самые высокие гонорары, потому что будущее уже в мире определено, будущее за криптовалютами, и этот финансовый рынок сегодня развивается очень и очень мощно. Доверие и стабильность, развитие выдающихся лидеров, полностью высокопрофессиональный подход, разожжение возможностей образования, и, естественно, последний завершающий этап – это вознаграждение и поощрение успехов. Поэтому компания и развивается такими просто с многосшибательными темпами. А нашей компании еще нету и трех лет, и в конце сентября месяца компания будет праздновать свое трехлетие. Но это не очень большой срок, хотя за такой срок мы уже вышли из этапа стартапа, то есть мы уже полностью завершенная компания, и на сегодняшний день получить образование в этой компании это уже не является каким-то рисковым, непонятным. На самом деле это дает огромные возможности. И мы видим это с вами на примере последних двух месяцев происходящих событий в мире. Об этом мы поговорим немножко позже. Какова же наша миссия? Миссия у OneLife глобальная, потому что она дает возможность такому огромному сообществу, глобальному сообществу интернет-пользователей, принять активное участие в использовании и совершенствовании новых ультрасовременных цифровых продуктов и услуг, повышение качества жизни всех участников с помощью экосистемы OneCoin, альтернативный и равноправный доступ к практически актуальному финансовому образованию для людей абсолютно во всем мире, независимо от того, развита эта страна или неразвитая. Мы делаем действительно и разжигаем стихийную финансовую эволюцию. Ту эволюцию, которая была заявлена нашим президентом Ружей Игнатовой. И на буквально 2014 году все те идеи, которые она донесла до нас, это были идеи, которые многие-многие из вас не понимали. И на сегодняшний день многие криптовалютные системы, так называемые альткоины, также продлевают это образование, которое дает Ружей Игнатова. Мы способствуем возможности для экономического роста и созданию новых рыночных возможностей. Это действительно все просто-просто колоссально. Образование лежит в основе нашей компании, потому что именно образование, та Академия, Ван Академия. Наш сайт Ван Академия имеет свой собственный сайт. Вы можете зайти на этот сайт и посмотреть, что же дает это образование. Вы туда заходите по своему логину и паролю и получаете полностью финансовое образование. Не то, которое получала я, скажем, 30 лет назад. Да, у меня тоже высшее финансово-экономическое образование, но это было все в прошлом. Сейчас это то образование, согласно сегодняшнего, текущего, современного момента 21 века. 21 век уже в полном разгаре, это целых 17 лет. За это время появилось очень много различных технологий. И, естественно, к этому моменту и уже претерпевает и проходит революцию именно финансовая сфера. Мы даем образование в сфере финансов, ведения финансов, деньги, денежная система, финансовые рынки, риски, финансовый менеджмент, модели финансового управления и поведения в управлении рисками. И то, самая главная специальность, которая нам буквально всем понадобится через год, а получат эта специальность только те, которые полностью пройдут те этапы образования, которые положены согласно ихнему пакету. Это основы Форекс, типы трейдинга, технические, фундаментальные, строгедии трейдинга. На сегодняшний день видео лекции переведены на 8 языков. Со вчерашнего дня появился новый язык у нас. И это 1800 минут видео лекций, переведенных на 8 различных языков. Каждый пакет, он получает свое собственное образование. Начинается он с первичного первого пакета. И какие пакеты мы с вами рассмотрим чуть позже. Здесь рассказывается о том, какое образование вы получаете согласно каждого шага. Всего у нас шагов 7 шагов. И когда человек проходит все 7 шагов образования, на каждом шаге он получает сертификат, соответствующий его карьерному росту. И последний, седьмой этап дает вам квалификацию Мастер ПРО. То есть это полностью все-все-все лекции, которые необходимы для получения полного финансового образования согласно вашего образовательного пакета. Пакеты ванакадемии у нас имеют несколько разных пакетов. Это бесплатный пакет руки, когда человек просто регистрируется и может посмотреть, что находится в бэк-офисе, понаблюдать, что же там такое, и решать для себя, хочет ли он войти в эту компанию или не хочет. Я начинала с пакета стартер. У тех людей, у кого пакет стартер, пусть тоже, в общем-то, порадуются. Почему? Потому что на начальном этапе я тоже в течение двух недель наблюдала за этим процессом, увидела, как это все. Сайт был довольно сырой. Это было ноябрь 2014 года. И только через две недели я приняла окончательное решение. Я сказала, мне это надо, потому что, не выходя из дома, вы получаете все, в общем-то, в одном флаконе. Все-все-все этапы образования. Пакет стартер дает только ведение финансы. Пакет трейдер – это риски в фондовый рынок. Также пакет про трейдер – это технический анализ и так далее. То есть, согласно о каком же, какой же пакет для вас выбрать, это вам расскажут те люди, которые дали вам ссылку на сегодняшнюю презентацию. Они вам расскажут обо всех пакетах и все, что вы можете для себя лично принять. И, естественно, не надо забывать по поводу того, что то образование, то есть мы предлагаем самое главное человеку образование. Почему? Потому что быть трейдерами на бирже, на Форексе – это очень престижно и это очень высокооплачиваемо. Поэтому те люди, которые получат все эти сертификаты, сможет после выхода компании на публичный рынок, то есть на открытую биржу, быть трейдерами. Остальные люди просто будут пользоваться услугами данных трейдеров. Поэтому вы для себя решите, что вы конкретно хотите. И выбирайте делать для себя, как вы это хотите. Естественно, это бизнес из дома. Не надо выходить никуда. И многих женщин, особенно женщин или людей, которые имеют ограниченные возможности, не могут ходить. А сегодня, честно говоря, работать на дядю не очень-то престижно и не очень, скажем, оплачиваемая. Поэтому лучше на сегодняшний день иметь бизнес из дома. Поэтому такими темпами развиваются различные IT-технологии. И сейчас как раз век, когда уже не надо работать лопатой, надо думать головой. Приглашайте только эксклюзивное членство. Но это на самом деле так. Когда я создавала свою команду, своих людей, я приглашала к себе в первое поколение только приятных мне людей. И у меня есть такое золотое правило. Я работаю только с приятными мне людьми. Поэтому подумайте об этом. Вы действительно даете эксклюзивную возможность, эксклюзивное членство. Не косите всех подряд. Люди должны соображать, думать. И люди должны, которые стремятся действительно развиваться. Потому что не каждый человек на сегодняшний день, он говорит, да, вот я закончил школу, я получил образование в институте. Но на самом деле это люди в большинстве случаев, они не состоялись. Потому что нам все равно для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы действительно обеспечивать свою жизнь, надо развиваться. И быть всегда в тренде тех событий, которые происходят в мире. Поэтому работайте и извлекайте выгоду из плана вознаграждений. Наша следующая презентация будет в четверг. Она будет посвящена как раз плану вознаграждения, нашему маркетинг-плану. Поэтому это время для себя отметьте. И послезавтра в четверг в 5 часов по такому же времени будет маркетинг-план. Подключайтесь к глобальной семье, в которой более чем 3,2 миллиона партнеров. Поговорим о сохранности и безопасности. На самом деле это действительно важно. Мы все пришли в эту компанию и нам всегда первично говорили о успешности такой криптовалюты, как биткоин. И вы знаете, что биткоин сейчас в последнее время также это эфир, есть такая криптовалюта альткоин. И вот буквально в прошлом месяце было большое хакерское, хакерский взлом. И были похищены многие кошельки. Поэтому компания у нас также уделяет большое время о сохранности и безопасности. Именно по этой простой причине наши коды до выхода на официальную биржу закрыты. То есть пока компания не решит, что она уже готова отдавать коды для того, чтобы люди, имеющие соответствующее оборудование, занялись майнингом, до этого момента у нас коды закрыты. Поэтому не задавайте нам глупых вопросов. Это сделано специально для безопасности и для того, чтобы у нас совершенно другой план. И этот план действительно просто взрывной. Этот план в ближайшем будущем покажет действительно ту специфику, действительно тот взлет. Мы немножко с вами попозже поговорим, насколько нас копируют, насколько нам подражают. И те бизнес-идеи, которые давала наш президент год назад, эти бизнес-идеи сейчас воплощаются конкретно теми компаниями, которые пытаются также выйти на данный рынок. И в нашей системе есть Power, такие клауды, то есть закрытые клауды. Это облачные хранилища, которые хранят ваши данные. И сейчас настоящий момент, когда все ваши токены, все ваши монетки прописываются непосредственно по технологии блокчейн на сегодняшний день, пока мы не публичные, то эту безопасность делает наша компания. В дальнейшем, когда вы будете, собственно, сами распоряжаться своими электронными кошельками, вот именно на тот момент я всем советую приобрести клауд от нашей компании, потому что это класс милитари, то есть это класс защиты для военных технологий. Для участников это бесплатное хранилище, но если вы хотите там дополнительные какие-то данные, то есть у нас и более, скажем, большие хранилища. Это недосягаемо для хакеров, оно обеспечивает клиент шифрование. Наша компания на самом деле заботится об очень и очень многом. И когда Ружа провозглашает какие-либо идеи, то не всегда эти идеи понятны для очень многих людей. Они называют то, что это непонятно, это недосягаемо, это не будет. Но, как показывает, действительно собака лает, караван идет, и чем ближе мы подходим к селению, то есть конечной своей цели, тем громче лают собаки. Лайте громче, значит, мы на правильном пути. И компания делает конкретно те вещи, которые мы можем воплотить в свою жизнь. У нас также есть таблет, но этот таблет у нас немножко не востребован. Почему? Потому что люди привыкли все-таки пользоваться, хотя он и брендовый. Он у нас с логотипами OneLife, это премиум линия. Пройдет немножко времени, и в нашем арсенале появятся другие брендовые продукты, компании, которые также будут распространяться по сети. Поэтому вот такая вот информация. И как же все начиналось? Наверное, каждому это интересно. С чего же все началось? Это началось, в общем-то, с истории денег. Когда-то, когда, в общем-то, много-много тысяч лет назад, кто-то производил скот, кто-то производил молоко, кто-то выращивал пшеницу, кто-то ловил рыбу, кто-то вылавливал ракушки. И вот таким образом первые деньги, которые появлялись, они были, в общем-то, как бы натуральным товарным обменом. Впоследствии я всем советую прочитать книгу. Она называется «Книга-тренинг. Игры, в которые играют деньги». Эта книга поможет вам понять очень многие моменты, которые происходят на финансовом рынке. Запишите для себя обязательно, потому что это действительно очень колоссально. Это не история денег, а это понимание, какие процессы вообще участвуют деньги. Потому что деньги, прежде всего, энергия. И приблизительно где-то в 18 веке сначала был товарный обмен, потом были придуманы монеты, то есть эквиваленты. Когда завоевывали Америку, значит, европейцы меняли какие-то ракушки, зеркальца на чистое золото, на украшение из золота. То есть, на самом деле, деньги являются эквивалентом. Так называемым фиатными валютами. И когда в 18 веке была, вернее, в 15 была изобретена бумага. Кстати, очень интересный момент. Вот недавно прочитала историю. Была в Турции и прочитала такую историю, что, оказывается, один из падишахов Турции в 15 веке, Боязид II. Европа уже развивалась и, значит, изобретена была бумага, изобретен был печатный станок. Люди начали записывать какую-либо информацию и раздавать ее. Боязид II запретил печатные станки у себя на территории Турции. До 15 века была Турция очень развитой страной. Вот. И они запретили. И была, значит, смертная казнь через отсечение головы за тех людей, которые вдруг захотят что-либо печатать. И поэтому, в общем-то, Турция отстала в развитии. А Европа, которая была в таком средневековом хаосе, она быстро вырвалась вперед за счет того, что появились умные идеи, и они записывались. А вот та же самая фактически ситуация происходит сейчас с деньгами. Когда фиатные деньги практически сделали свою историческую роль, мир переходит полностью в цифровые технологии, появляются цифровые деньги. И люди, которые находятся в компании 2-3 года назад, знают, насколько было сложно рассказывать, что такое криптовалюта. Люди первого моего поколения вообще не знали, что это такое. Это было из области фантастики. Вот. А сейчас уже многим, когда вы начинаете занимать какой-то разговор, то есть люди, которые довольно часто уже встречается процент людей, которые слышали об этом. Поэтому процесс революции никогда не остановить. Это все будет идти, и сегодня мы находимся действительно в самом быстро растущем тренде. Вот. И мы с вами готовы к тому успеху, который запрограммирован нашей компанией. Я не буду здесь рассматривать способы. Это, в общем-то, совершенно, скажем, уже понятные вещи. В нашей компании четко изначально все монеты, которые были посланы на майнинг, они все прописывались в технологии блокчейн. И когда ровно год назад, ну, вернее, не ровно еще, а вот 8, вернее, 10 месяцев назад, когда 1 октября Ружа Игнатова увидела, что конечный цикл, мы приближаемся к конечному циклу нашего майнинга, тогда майнинг и блокчейн был заявлен в размере 2,1 миллиард монет. Вот. И тогда компания перешла на, поменяла блокчейн на более совершенный, на более быстрый, для того, чтобы были транзакции быстрые. Вот. И перешли на блокчейн 120 миллиардов монет. Тогда многие крутили у виска и говорили о том, что это невозможно, это такое-сякое, там, траля-ля, было много разных этих самых, мы перешли, и сегодня у нас намайнено более 10 миллиардов монет. Мы на самом деле самая, в общем-то, большая по численности. Сколько монет у нас майнится ежедневно, вы можете увидеть в своем бэк-офисе, в разделе блокчейн, и посмотреть, там все полностью написано. Да, и сейчас вот этот форк, так называемый, был придуман, сделан биткоином, то есть спустя практически год. Вот такие вот опироги с котятами, и чем дальше, тем котята пищат больше. Блокчейн и криптовалюта. Что такое криптовалюта? Это алгоритм с фиксированным конечным числом решений. У нас в Анкойне это 120 миллиардов. Все регулируется математически и не может быть изменено. Майнинг начинается единожды. Вот когда у нас было еще малое количество монет, вот тогда мы смогли перейти на больший алгоритм. И это можно было сделать один раз. Криптовалюта биткоин, она имеет всего лишь 21 миллион конфигураций. Приблизительно намайнено 16 миллионов, но более. То есть по оценкам экспертов, последние монеты будут добыты только к 2040 году. Приблизительно 300 до 300 тысяч человек насчитывает организация биткоин. Хотя есть, в общем-то, и информация, что их якобы там 18, 20, ну там от 3 до 20 миллионов. Ну на самом деле немножко смешно. Почему? Потому что вы разделите, если добыто всего лишь 16 миллионов монет, разделите хотя бы на 3 миллиона пользователей. Это, грубо говоря, по 5 монет приходится в среднем, среднестатистическая цифра на одного держателя. И после этого зайдите в свой кабинет и посмотрите, какое количество их у вас. Я не думаю, но мы с вами, я на этой неделе проведу школу, посмотрим, школа для лидеров или это будет школа для всех людей. Я постараюсь выложить вам свои мысли на этот счет. И мы с вами дальше, в общем-то, поговорим. Почему? Потому что, ну, есть очень много интересных моментов, вот, которые надо обсудить. Самая главная фишка и самая главная наша заслуга – это то, что OneCoin имеет закрытую экосистему. Мы это называем экосистемой. В этой экосистеме находится и образование, и биржа, внутренняя биржа. Здесь находится и наша нетворк, наша OneLife, то есть та сеть, которая занимается распространением продуктов OneCoin. Здесь у нас находится торговая площадка DLShaker, мерчантов. В дальнейшем присоединится MAP. Это также программное приложение для смартфонов, которые будут продавать товары, которые можно купить только за OneCoin. Наша платежная система, она находится сейчас в разработке. И биржа Forex, после того, как мы выйдем на публичную биржу, у компании будет биржа, собственная биржа OneForex. И те люди, которые являются непосредственно… Компания нам сейчас предложила купить предакции IPO. Но об этом, что такое ICO и что такое IPO, мы как раз и поговорим с вами на следующей встрече, на следующей в школе. Функция такая, investment funds, в наше входящее в экосистему, эта функция пока еще не открытая. И эта биржа, вернее, это функция инвестиций, то есть крупных инвестиций, она рассчитана на крупный бизнес, на крупных игроков, такие как различные финансовые институты. И это появится гораздо позже. Это появится уже в следующем году. И будьте готовы, тогда, когда эта функция investments будет запущена, тогда рост монеты пойдет просто очень большими, высокими темпами. Компания имеет свой собственный благотворительный фонд. Вот. И компания помогает очень многим. Ружа Игнатова у нас была в детстве ребенком вундеркиндом. Я говорю об этом с восхищением. Именно поэтому этот человек имеет такое неординарное мышление. И ружа помогает очень многим людям, очень многим детям получить то образование, развивает их таланты, потому что, в общем, будущее мира, свет мира зависит от тех детей, которые талантливы. И этим детям надо обязательно дать соответствующее образование, то есть помочь этим детям. Поэтому мы имеем свой благотворительный фонд. И так далее. Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции. Это наша площадка DealShaker. И многие люди уже использовали эту площадку, покупали какие-то продукты, какие-то товары. Кто-то покупал путешествия, кто-то уже съездил на эти путешествия и сделал нам записывающие ролики. Я в следующий раз эти ролики вам, фотографии покажу, от тех людей, которые ездили в Италию, катались на яхте, которую они оплатили с помощью ванкойнов. Яхта была также куплена за ванкойны. Они жили в двух отелях, которые… один из этих отелей был куплен за ванкойны. Они ели за ванкойны. В сентябре месяце будет мероприятие в Польше, где компания One Million обещает уже дать первым партнерам автомобили, купленные за 70% ванкойном. То есть рынок этот развивается. Сейчас площадка DealShaker находится на доработке. С ней очень плотно работают программисты, поэтому не надо нервничать. Мы в скором времени получим более совершенную модель. Если сейчас не одобряются какие-то приложения, это все связано на том, чтобы мы получили все-таки лучший продукт. Поэтому делайте свои предложения, выставляйте их на DealShaker. Компания их, естественно, все рассмотрит, и все они появятся с доработкой, с необходимой доработкой. Они все появятся на нашей платформе. Наша платформа на сегодняшний день становится очень и очень популярной. На ней уже появились даже супермаркеты. Вот австрийский супермаркет выставил свои первые 500 купонов и готов посмотреть, как же будет продаваться у них товар за ванкойны. Это просто-просто замечательно. Зачем же нужны виртуальные деньги? Вы знаете, Ружа Игнатова, наш основатель, визионер, она эксперт в области финансов и криптовалют. Когда-то, когда она впервые познакомилась с криптовалютами, она на тот момент работала в финансовой компании McKinsey Company. Есть люди, которые подвергаются мнению действительно ее образования. Вы знаете, я держала сама в руках ее дипломы. Я вам со всей ответственностью подтверждаю, что все, что заявляет Ружа, это действительно правда. И на тот момент, когда она работала в компании McKinsey Company, ей приходилось давать консультации именно первым тем криптовалютам, которые появлялись на рынке. Это было до 2014 года. Зачастую, в общем-то, хотят говорить о том, что Ружа создавала какую-то другую сетевую компанию. Никогда ни в каких сетевых компаниях она не участвовала. И никогда сетевым маркетингом до компании OneCoin она не была знакома. И это ее первая и последняя компания. Почему? Потому что именно благодаря знакомству с Себастьяном Гриммудом Ружа Игнатова избрала этот путь для распространения своей идеи именно сетевым маркетингом. И эта идея, она, в общем-то, дала просто потрясающие результаты. Те люди, которые работают в серии MLM несколько лет, которые уже прошли не одну компанию, они действительно понимают, что это просто колоссальный путь для того, чтобы это любую идею донести в массы. И именно по этому пути сейчас уже начали пользоваться и другие альткоины. Они состоят крупные держатели, скажем, каких-то крупного пакета монет, создают собственную свою типа сетевую компанию. Они называют ее различными там коин-клубами. В основном это биткоин и распространяют свою криптомонету. На тот момент мы первые и на нас равняются, у нас передирают идеи. Вот поэтому это все нормально. Мы все равно будем впереди. Ружья была сфокусирована стратегия на массовой криптовалюте, доступной и простой для понимания и обращения людей. Для того, чтобы ей можно было пользоваться абсолютно любым человеком в любой стране, независимо от их достатка, независимо от того, какие они имеют смартфоны. Был выбран приоритет образования людей, выращивания именно экологичного рынка образованных пользователей. Благодаря сетевому маркетингу коммуникационные потоки были упорядочены и оптимизированы. Каждый владелец, майнер имеет доступ к информации, которая передается дальше. В этом и есть привилегия, в этом и есть суть компании. У нас, как мы уже говорили, блокчейн Монкойн имеет 120 миллиардов. Каждый блок имеет 50 тысяч монет. Каждый блок добывается каждую минуту. Я вам говорила, что это сделано в разделе. Вы можете, каждый из вас видите, независимо от того, на какой вы пакет зашли, вы можете это видеть в разделе блокчейн. И самая основная фишка, у нас единственная криптовалюта, которая полностью верифицирует каждого своего партнера. То есть верификация QIC, зная своего клиента. Майнинг распределяется и организуется в майнинг-пулах, полностью оптимизирующих процесс добычи. Сейчас мы создаем тот рынок, который принесет впоследствии просто колоссальный доход. Каждый пакет имеет свои подарочные промо-токены к тем обучающим пакетам, которые вы получили на курсах в Академии. И эти токены, они отправляются на сплит. Вы отправляете их на майнинг и получаете свои монеты. Это как раз тот процесс образования, который мы с вами делаем. Основные факты ванкойн. Добыча организована в майнинг-пулах. Быстро и эффективно майнинг передан полностью в централизованное управление компанией. Мы единственная централизованная криптовалюта. Безопасно. Монеты не могут быть потеряны, так как они записаны в технологии блокчейн. Низкая волатильность. То есть та волатильность, которую подвергаются альткоины, нашей монете не присуща. Даже когда мы выйдем на публичный рынок, это будет регулироваться. И волатильность нашей монете не присуща. Монета подходит для массового использования. Не требуется сложного оборудования, передовых знаний, вкладывать собственные деньги в какие-либо майнинговые технологии. Все полностью доверено в доверительное централизованное управление компании. Мы имеем глобальный, прозрачный, мы имеем видение. Все это легко и безопасно. И все это будет регулироваться как раз тем мощным блокчейном. Компания очень много денег тратит именно на того, чтобы поддержку и современным технологиям нашего блокчейна. Поэтому транзакции все делаться будут мгновенно. И цель нашей компании стать криптовалютой номер один. Мы можем это сделать через удобство использования, через расширение сети наших партнеров и через рыночную капитализацию, которая будет с выходом нашей компании на публичную биржу. Цель нашей компании за ближайшие два года – это 10 миллионов партнеров, это 1 миллион мерчантов. И цель была поставлена в июне 2016 года на мероприятии в Лондоне. Мы были на этом мероприятии. Действительно, это было просто бомбово, когда на этом мероприятии собралось практически 10 тысяч человек со всей Европы. Это было грандиозное мероприятие. И это мероприятие дало мощному старту по подготовке компаний на переход на новый блокчейн. Сейчас наша презентация закончилась. Я вам говорю огромное спасибо. И запись сейчас презентации прекращу. Продолжение следует...